Хозяева поля с первых минут встречи закрыли гостей на их половине. Электрон отчаянно отбивался. Арсенал нанес ряд опасных ударов по воротам и выполнил серию из семи угловых подряд. В итоге последний корнер стал результативным. Антон Соловьев закрутил мяч на ближнюю штангу, а Андрей Андрейцев сыграл на опережение и нанес удар головой. 1-0. К 30-й минуте Арсенал должен был решить судьбу матча в свою пользу. Юрий Ларин и Алексей Молотов с разницей в несколько минут не смогли поразить пустые ворота. Брянцы, очевидно, поверили, что победа достанется им легко и снизили скорости. Электрон моментально перестроился. Гости принялись искать кратчайшие пути к воротам арсенальца Чеботарева. Оборона Арсенала предоставила сопернику две возможности сравнять счет, однако гости ими не воспользовались. Игра достойна двух равных соперников. Были шансы, как и у наших гостей, команда «Электрон» унеча, но наша команда реализовала момент и забила гол. Думаю, что второй тайм будет проходить в такой же упорной игре. И шансы есть и в той, и в другой команде. Во втором тайме картина на поле не изменилась. «Электрон» продолжал осаждать оборонительные порядки хозяев. Гости не использовали ряд выгодных моментов. В отдельных эпизодах судьба арсенальцам просто благоволила. На завершающую фазу встречи у гостей просто не хватило сил. Арсенал, хоть и не без проблем, но довел дело до победы. «Подвела погода, поле. Не использовали много своих моментов. Физической подготовки не хватает. Вот и все. Первый тайм как-то атакуем, созидаем, а второй тайм уже ничего не получается». Дмитрий Кузнецов, Александр Шишкин, Максим Кузнецов. События. Брянск. Продолжение следует...